Здравствуйте, уважаемые любители Кокорского чая! Сегодня у меня такое видео будет видимо налога, в котором я расскажу о параметрах, критериях качества этого напитка. Дело в том, что сейчас существует огромное количество фирм, акционерных обществ, выпускающих Кокорский чай. Выбор очень большой, поэтому новичкам очень сложно сориентироваться в этом рынке, точнее рынке этого продукта. Итак, какой же Кокорский чай самый хороший? Однозначно сказать трудно. Если Кокорский чай сделан с соблюдением, так сказать, всех правил сбора, ферментации, разрушения клеточной структуры, параметров сушки, то он должен быть, разумеется, хорошим. Но здесь встает такой фактор, как количество и качество. То есть этот закон, философский, никто не отменял и в Кокорском чае. Поэтому большое количество выпускаемого чая какой-нибудь фирмы не означает, что оно очень качественное. Поэтому более мелкие производства, особенно такие фермерские или индивидуальные, крестьянские хозяйства, у них, скорее всего, чай будет намного лучше. Ну, все-таки давайте вернемся, какие же параметры. Основной параметр это, естественно, вкус Кокорского чая. Вкус Кокорского чая довольно приятный напиток, слегка вяжущего такого вкуса. Близко к настоящим китайским или индийским чаям он довольно далеко, но все-таки отдельные виды можно, так сказать, сопоставлять с китайским или индийским чаем. Особенно это поздние сорта, то есть позднего сбора урожая. А так в основном вот такой приятный на вкус напиток с небольшой кислинкой, бывает с ароматом фруктового такого компота, бывает привкус чернослива, ну и слегка он вяжущий. Второй такой немаловажный параметр, как цвет заваренного напитка. То есть заварка Кокорского чая может варьировать от такой темно-зеленый или серо-зеленый, значит, цвет листьев может быть, дальше может быть коричневого цвета сухая заварка и черная. Отдельные виды при инфракрасной сушке и хорошей степени, значит, разрушения клеточной структуры может быть даже черно-синий. Это сухая. А вот что касается цвета самого напитка, то он вообще имеет широкий диапазон от светло-желто-золотистого цвета, то есть такой цвет обычный настой каких-то трав простых, до темно- такого черно-коричневого цвета. При этом может быть даже цвет красного оттенка, ну и обычного, как бы сказать, классического чая, то есть такой коричневато-желтый цвет. От чего зависит цвет напитка? Ну, во-первых, цвет напитка может зависеть от самого вида сырья или кипрея, из которого этот чай был изготовлен. Видов кипрея довольно много, а в разных местностях где-то чуть больше, чуть меньше, но в основном вот у нас в средней европейской части России восемь видов кипрея растет. Ну, как бы, такие доминирующие виды это иван-чай ускалистный и кипрей железисто-стебельный. Ну, из него обычно кокорский чай и делают. Дальше. Кипрей может произрастать на разных почвах. В основном три вида почв, на котором произрастает кипрей. Обычно в лесу растет кипрей, на вырубках после пожара, на подзолистых песчаных почвах. Кипрей довольно высокий, стройный растет, но в подзолистой почве практически нет органики. И по вкусовым качествам и цвету напитка такой чай будет уступать другим кипреям, растущих на других почвах. Усредненный такой вариант, когда кипрей растет на лугах. Там немного больше у нас перегноя, гумуса, поэтому там кипрей такой уже более-менее годится для приготовления кокорского чая. И все равно цвет и насыщенность самого напитка из такого кипрея, собранного на лугах, слабоват. Ну и самый такой кипрей, который идет на изготовление, можно сказать, элитного кокорского чая, это кипрей, растущий на болотистых почвах. И очень хорошо, если это болото низинного типа. Есть такие параметры у болот. Тип залежи торфяной может быть верховой, переходный и низинный. Так вот, низинный тип залежи самый лучший для произрастания кипрея, в смысле его вкусовых и цветовых качеств. В чем тут разница? Верховые болота, это болото, которые основном состоят из мха, с флагнового и гипнового. А вот переходный, это есть переходный, от низинного к верховому. А низинные типы залежей, это древесный, древесный осаковый. Вот такие виды торфа, которые сами имеют цвет такой черный. Довольно такого интересного состава. Сам торф и плюс у него еще зольность немножко побольше, наверное, будет, чем у махового. Поэтому кипрей на нем растет намного лучше. Ну и степень разложения низинных торфов достигает 45%, тогда как верхового может быть 15, 20, 25%. То есть разница большая. На мхах кипрея растает довольно слабым, не очень высоким и тоже имеет, ну так сказать, слабые вкусовые качества. Вот. Но это что касается почвы. Значит, что еще влияет на вкус? Еще будет влиять, конечно, сезон сбора. То есть, бывает, погодные условия сопутствуют развитию кипрея, а бывает, наоборот, его тормозят. То есть здесь много факторов. И температурные, и, значит, влажностные, то есть были ли осадки. Если осадков летом будет мало или вообще не будет, то сухая заварка получится, скорее всего, не черной, а коричневой или даже светло-коричневого цвета. Ну а если осадки были в норме, стояла хорошая жаркая погода, то есть благоприятствовало развитию кипрея, само растение будет мощным, сочным и, естественно, чай из него тоже получится хороший. Ну, это что касается природных факторов. А еще есть такие факторы, которые человеческие, то есть или технические. Здесь главное, что влияет? Влияет время каждой операции. Ну, начнем с того, что после сбора листьев кипрея в переработку они должны попасть не позднее, чем через два часа после того, как их собрали. Здесь очень важно, значит, место сбора, чтобы было не так далеко от стационарного места переработки сырья. То есть при транспортировке сырье будет разогреваться и может так получиться, что попав на переработку, оно уже будет испорчено. Такой маленький момент, но будет влиять очень сильно на качество напитка. Дальше. Сильно будет влиять еще процесс ферментации. Значит, существует два основных вида ферментации. Одна из них анаэробная, это без доступа воздуха и кислорода к сырью, и аэробная. Аэробная я лично не пользуюсь уже давно, не нравится она мне, пользуюсь анаэробной. Поэтому ферментацию нужно тоже производить очень пунктуально. Здесь очень важно выдержать и время, и температуру. Вдаваться подробностей не буду, эта кухня длинная, но скажу, что чем меньше температура ферментации, в разумных, конечно, параметрах, тем она качественнее. По времени тоже может продолжаться и сутки, и двое, и трое. Здесь будет зависеть тоже от многих параметров. Даже таких, как место произрастания киприя. Вот во Владимирской области, где я сейчас живу, например, ферментируется в среднем 24-36 часов капорский чай, а рядом в Рязанской области возможна ферментация от 3 до 5 суток. И никак они не сопоставимы, хотя один и тот же человек будет делать чай, получится разный, если не выдержать эти временные параметры. Дальше. Цвет и скорость заварки будут влиять от качества разрушения клеточной структуры, то есть механической переработки сырья. Чем она качественнее произведена, тем темнее будет сам продукт, и темнее будет настой из него. Ну и параметры сушки. Здесь тоже, с одной стороны, нельзя давать большую температуру в плане того, что могут наполовину уменьшиться полезные качества продуктов в плане витаминов и аминокислот, и в то же время, если будет температура слишком мала, то процесс ферментации будет не остановлен, и может так получиться, что чай испортится. Поэтому есть такое золотое правило, особенно для начинающих чаеводов, лучше немножко недоферментировать, чем переферментировать. Вот в этом плане я хочу особо обратить внимание. Дальше. Сушка чая должна, конечно, производиться до определенного момента, когда чай практически весь будет сухим. Ну, если мы немного переборщили, то есть влажность полученного чая оказалась слишком низкой, то есть он пересох, это, в принципе, ничего такого страшного нет. Можно, так сказать, дать ему лохпотеть несколько часов при комнатной температуре, и он восстановит такую влажность свою процентов, может быть, 17, может быть, 20. Для чего она нужна? Для того, что чай после сушки он еще не готов, так сказать, к употреблению или к реализации. Ему нужна необходима дополнительная ферментация или доферментация. Она, эта доферментация, будет идти только в том случае, если чай не пересушен. То есть какая-то определенная влажность эту доферментацию будет давать. Если пересушен, то смысла в этой доферментации уже нет. Так как чай хранится в герметично упакованных мешках, эту влагу недостающую он не получит, поэтому она не пойдет. Поэтому такая операция, как, значит, «отпотевание», в кавычках, тоже имеет место быть. В принципе, вот такие параметры вкусовые, цветовые. Ну и теперь коснемся немного аромата. Значит, аромат капурского чая тоже может быть различный. От фруктового компота до такого запаха свежеиспеченного хлеба. По-разному это все получается. Много зависит, опять же, факторов. Вот. Схем производства. Значит, вот этих всех методик ферментации, сушки. Ну и здесь еще влияет также тоже место произрастания. Вот. Есть такие области. Например, чай я пробовал из Липецкой области. Все сделано было правильно, все так, как положено. И чай получился замечательным для людей. Он, на самом деле, заваренный отдавал фруктовым компотам. Вкус у него был. Яблок каких-то с грушами. Вот. У меня такой практически никогда и не получался. Но зато вот в Мещере, где я живу, хорошо получается чай с таким вот запахом домашнего хлеба. Многим он нравится. Ну и такой чай июльский и позднеавгустовский получаются с запахом, ну, практически настоящего китайского или индийского чая. Вот такой диванец. Значит, какой запах недопустим или какой запах у испорченного чая? Запах сухой заварки и испорченного чая, он чем-то напоминает, вот знаете, запах венника в бане, который забыли высушить, оставили там в кадушке или в ведерке. И вот он через 3-4 дня такой становится прелый. Вот такой же запах бывает у Копорского чая. Так вот этот чай с таким запахом называть уже чаем нельзя. Это испорченный какой-то продукт, скорее всего, который был, значит, не вовремя доставлен, то есть перегрелся он при транспортировке. Сама разогревание произошло его. И, возможно, при ферментации были не выдержаны сроки, а именно передержана ферментация. Поэтому чай прелый и напоминает запах старого банного веника. На вкус такой чай тоже напоминает какую-то, не знаю, прелую траву. Ничего общего с Копорским чаем она не имеет. Вот такая трава прелая, высушенная. Даже если у него хороший цвет, запах вот этот отвратительный. Поэтому если человек, не зная настоящего вкуса Копорского чая, случайно попробует, купив, например, в магазине вот такой чай испорченный, то скажет, ну, пробовал я этот Копорский чай, ничего хорошего, и другой чай он уже пробовать не будет. Это очень важно знать, что нужно, если уж делаешь чай, то делать его нужно качественно, чтобы людей от этого не отпугнуть. Ну и вот такой еще у меня вопрос, который иногда просит рассказать. Как можно выйти на рынок Копорского чая в плане торговли? То есть пытаются сделать чай многие люди, многих он получается, но как вот себя преподнести, чтобы его начали покупать, причем покупать его, ну, так сказать, как бы очередь даже была за этим чаем вот. Я не знаю, сейчас, конечно, выйти на рынок вот каким-то образом таким саморекламой довольно трудно. Ну, тяжело самого себя хвалить. Вот я расскажу, как у меня получалось. Когда-то я занимался сбором, заготовкой лекарственных трав, кореньев, коры. Изделия из бересты делал. Ну и начинались у меня вот такие попытки производства в малых количествах. Хотя и сейчас у меня немного его, но все-таки сейчас побольше стал делать. Тогда совсем мало делал. Копорский чай я начал делал. Ну и примерно так вот сказать, ну где-то килограмм, может быть, 8-10 у меня за сезон получалось дополнительно к остальным травам сделать такого чая. Мало того, что его как бы и не было особо на рынке, но еще и люди вообще не знали, что это такое копорский чай. Практически никто, вот кто у меня заказывал травы, корешки, кору, вот, просто спрашивали, а что это такое копорский чай? Ну, когда начинаешь объяснять, а тогда в то время еще интернета не было, телефоны только входили сотовые, вот, каждому объяснять было трудно. И в объявлениях вот в газетных, тогда через газеты рекламировалось все это дело, я начал тогда приписывать вот в своих объявлениях по продаже лекарственных трав. Значит, такие слова, что заказавшим там на определенную сумму трав у меня получат подарок в виде копорского чая, там, примерно 50 грамм. Ну, и, как бы, практически в каждую посылку приходилось вот это количество чая, 50 грамм, вкладывать людям в качестве, так сказать, бонуса или подарка, как угодно. Ну, и вот, по истечении какого-то времени, наверное, года два прошло, и стали мне приходить письма, звонить стали люди и говорить, что, а нет ли у вас вот этого чая, который вы нам в подарок положили на продажу, и там не 50 грамм надо, а намного больше. Ну, и когда вот таких просьб стало довольно много, тут я понял, что пора подарки прекращать, рассылать, и надо начинать этим чаем торговать. Вот, вышел я на чайный рынок вот таким способом, без всяких связей и там рекламных агентств и так далее. То есть, чисто вот таким простым путем. Конечно, сейчас в России, наверное, так уже трудно будет сделать, но у нас еще есть рынок, который за границей. Многие думают, что Иван-чай только знают в России. Нет. Иван-чай сейчас знают везде, по всему миру. Ко мне обращаются через мой сайт много людей, которые, ну, наверное, в основном это русские, живущие за границей, но есть и уже люди, которые, наверное, родились там. Причем, география самая широкая. Про Копорский наш чай, или Иван-чай, знают везде, наверное, кроме вот, честно скажу, откуда не было. Не было скобы никогда, ничего. Я не знаю, есть там интернет или нет. И, наверное, не было еще с Антарктидой. Ну, там, наверное, и людей у нас постоянно прописанных нет. А так, в принципе, отовсюду были. И Африка, и Азия, и Мадагаскар, вот, Ямайка, Новая Зеландия, Австралия, Япония, Индонезия. Ну, кто хочет, можете зайти на мой сайт, там глобус есть. На нем отмечаются точечки, кто заходил на сайт посмотреть Копорский чай. Эти точки там сохраняются, можно посмотреть просто. Что весь земной шар уже, как бы, про Копорский чай знают. Ну, по поставкам мы разговаривали. Так вот, уже просили люди, ну, вначале прислать на пробу чай, а затем, как бы, в больших количествах для реализации уже в их торговых сетях. Эта кухня мне не знакома, но вот страны какие. Из Мексики были предложения, из Бразилии, из Соединенных Штатов, из Канады. Это что касается, вот, значит, американского континента. Также были предложения, ну, наших бывших союзных республик. Это Казахстан, Узбекистан. Ну, вроде бы, у них там свое должно это все делать. Ну, знают там наш чай Копорский. Европа. Ну, здесь торгового предложения не было. Здесь чисто, как бы, индивидуальные заказы приходят. Индивидуальные заказы, конечно, выполнить вполне возможно, если есть документы на чай, то есть сертификат или же там декларация о соответствии. А вот в плане такой торговли, как просят, например, в Канаду 30 тонн сразу, ну, мне, например, это нужно делать 15 лет, эти 30 тонн. То есть я больше 500 килограмм за лето вручную сделать не могу. Так что вот этот рынок очень большой, и, в принципе, на него нужно выходить. Были совещания по Копорскому чаю в Москве. Вот я отчеты смотрел. Значит, там выступал товарищ, сказал, что сейчас Израиль признал Копорский чай кошерным продуктом. Что тоже очень радует. Это люди такие плохое кошерным не назовут. Так что вот зарубежный рынок, как говорится, пока пустой. Даже я так думаю, если каждый россиянин начнет делать хотя бы по 100-200 килограмм чая Копорского, тот, кто живет в сельской местности, ему позволяют такие условия, то мы никогда не снабдим полностью нашу планету. Даже отдельно взятую страну, например, такую, как Китай. Странно слышать, да? Китай родина обычного классического чая, но там тоже любят наш Копорский чай. Ну и с такими вот объемами, как, допустим, у меня 500 килограмм, 600 максимум, что можно сделать одному за лето. Ну и связываться с ними никто не будет. Так что вот для фирм и акционерных обществ по производству, общества с ограниченной ответственностью по производству Копорского чая, вот даю такую наметку, что чай наш требуется. Главное, главное, чтобы он был качественным. Если будет качественный чай, его будут покупать. Конечно, можно попытаться где-то реализовать некачественный продукт, но это, я думаю, будет первая и последняя попытка выйти на международный там уровень, или даже в России. Плохой продукт брать не будет. Ну и уж если, как говорится, взялся за дело, надо делать его хорошо. Вот все, что я хотел рассказать сегодня по Копорскому чаю. Значит, желаю всем здоровья, успехов, делайте хороший чай, ну и счастливо вам его реализовать. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok